Всего 3 килограмма 200 грамм. Два выстрела по нашему портативному компрессору. Как бы на ветку вперли. Всем привет! Сегодня у нас снова FX, снова шведские винтовки в Охотника.нет. И сегодня FX Wildcat. Wildcat MK2, уже обновленная версия. Не самая последняя модель FX, но одна из, скажем так, почитаемых, скажем, любимых. Это версия полная, это не версия компакт. Ее длина 88 сантиметров. Она очень легкая, всего 3 килограмма 200 грамм. То есть она, скажем так, предшественник Dreamline Bullpup. Как мы видим, здесь сдвоенная планка. То есть вы можете пользоваться и креплениями под вивер, и креплениями под ласточкин хвост. В зависимости от того, как вам удобней. Здесь стоит редуктор. То есть винтовка позволяет сделать в калибре 5,5 порядка 60-50 выстрелов на полной мощности. В комплекте у нас идет один магазинчик. Сейчас я вам его покажу. Барабан вот такого типа. Данная винтовка у нас в калибре 6,35. Максимальное давление, которое можно заправить в резервуар FX, это 230 бар. В колб уже заправляется 250. Соответственно, здесь тяга взвода переведена вперед. Что очень удобно, очень практично для Bullpup. Потому что, если бы она была сзади, было бы не очень интересно стрелять. Потому что, ну, соответственно, все прелести Bullpup отпадают. Надежная фиксация металлической струной. Удобный предохранитель. Может быть, кому-то захочется, чтобы предохранитель был все-таки около спускового крючка. Но здесь сделано сзади. Заправляется она с помощью штуцера. Вот такой штуцер. Для нашего компрессора, соответственно, нужен переходник под Quick. Заправляли мы эту винтовку портативным компрессором. Самые последние модели. Он представлен также у нас на сайте. Ссылку вы найдете в описании. Сейчас заправили примерно за минуту Weldcat со 150-230. Как написано, максимум инструкции. Отправливаем давление. И отсоединяем штуцер. Сейчас проверим скорость, как я говорил уже, пулями 2 килограмма GSB. 276,7. 276,1. 277,3. То есть, как мы видим, могу еще спрямиться на себя. Четвертый струк. В принципе, скорость более чем стабильна. Она прыгает, ну там, на 1 метр в секунду. То есть, погрешность хронографа вполне возможна. Это благодаря редуктору и отменке качества винтовок FX. На эту винтовку будет устанавливаться оптический прицел Маркул. Это уже зарекомендовавший себя бюджетный бренд. Это Маркул 5,30 на 56. В первой фокальной плоскости сетка. ФФП. Марс-120. Эти прицелы уже себя зарекомендовали. Как среди любителей пневматики, так и среди профессиональных спортсменов. Уже был снят не один обзор на эти прицелы. То есть, за вменяемые деньги можно получить отличное качество. Вот мы сделали два выстрела по нашему портативному компрессору. Как мы видим, его прочный корпус сильно поврежден, но не пробит за счет мягкости свинца. С досочкой. Досочка у нас 2 см. Досочку мы насквозь легко пробиваем. То есть, FX Wildcat подойдет как для сверхточной стрельбы, то есть, для даже спортивной стрельбы, так и для поражения каких-то охотничьих целей, для дичи. Будто крупная птица, мелкие копытные, что-то в этом духе. Пневматические винтовки шведского производства FX Wildcat можно купить в Охотника Net. Мы находимся сейчас в тире калибр. Пристреляли оптический прицел Markul Stalker 5х30 на 56 на дистанцию порядка 25 метров. И сейчас сделаем такой небольшой отстрел из этой шведской винтовки. Ну, тут около 20 метров. Без всяких особых упоров, без станка, как мы обычно делаем, просто с двери автомобиля. Продолжение следует... Продолжение следует... Сейчас посмотрим. Ну, для рук достаточно неплохо, я думаю, получилось. Десятку стрелять не стал, потому что не видно. Стрелял по белому листику по углу. Ну, в принципе, наверное, сантиметра три с половиной четыре. Я думаю, что в данных условиях это вполне неплохо. То есть винтовка позволяет вам на Охоте действовать, соответственно, как бы на ветку стерли, и подбили кого хотите. Швеция может.